Мы как-то попробовали жить богато в кредит. Пожили мы ровно полтора года, с 2006 по 2008, то есть с середины 2006 по середину 2008. А потом наступило очень веселое время. И время нам говорит, что жить богатым мы уже не будем никогда. Но жить можно достойно и экономно. Что включает в себя понятие экономности? Ну не надо тратить очень много денег на то, чего вам в жизни необходимо. К примеру, вот у меня очень много вот таких красивых курточек. Я их купил, естественно, за бугром. Но я их не выкидываю, я к ним просто внимательно отношусь. И есть у меня вещи, которые приехали в эту страну и в далеком 1997 году. Ничего страшного нет. Китайские куртки, купленные в Америке. И по сути-то, что взрослому человеку для счастья надо? Картошка, то есть кусок селедки. И больше ничего и не надо. Другое дело дети. Вот для них, конечно, придется попотеть. Попотеть и поэкономить. К примеру, участвуя в новой революции от комбината бытового обслуживания. Как в ней поучаствовать? Да очень легко и просто. Подумайте сами. Пуховичок постирать. Сколько стоит химчистки? В обычной химчистке, у которых много, это стоит 400-450 рублей. Комбинат бытового обслуживания, который располагается здесь, на Ленина-131, на Дружбе-33 и на Тивосяна-11, предлагает вам пуховик постирать всего лишь за 200 рублей. При этом вам надо понимать, что дома вы это сделать просто не сможете. Когда-то таки было время, когда Россия зарабатывала и бабки немаленькие на пуху. А тут все очень просто. Наша территория, если кто не знает, самая большая, между прочим, богатством не нефтяным славилась. Тут проводят лето и воспитывают птенцов, самые полезные в быту пернатые. И с 1600 года мы поставляли на мировые рынки лучший пух, из которого делались подушки и одеяло. Дело в том, что недостаточно просто убить птицу и ощипать ее. Так делается 70% мирового, естественно, китайского пуха. Пух гусей и уток, он самый ценный. И гусей и уток никто не убивал ради пуха. В период брачных игр и организации гнезда гуси и утки сами выщипывали его. И людям после улета птиц оставалось просто его собрать. А мест таких на наших северах достаточно. И именно поэтому канадские орнитологи с пристальным вниманием и заботой охраняют популяции диких пернатых. Для того, чтобы стать мировыми лидерами по производству пуховиков. А мы их гробим в стиральных машинах. Ну понятно, что в 95% случаев гробим дохлый китайский пух. Но гробим же. Тут целая технология ухода за вещью хоть и простой, но нежнейшей нужна. И поэтому в химчистках с вас лупят до половины тысячи рублей. Как комбинат бытового обслуживания снизил цены? Да просто так делать надо. Просто у руководства нет желания драть три шкуры за своих же людей. 200, ну 250 рублей. И достаточно. Просто возьмем у всех и все. И благодаря и интернету, и телевидению заработаем. Но попозже. Потому что торопиться надо только на горшок. И то в одном единственном случае. В конце каждого сюжета мы немножечко-немножечко про экономическую составляющую напомним. Комбинат бытового обслуживания экономит вам и сохраняет пуховички. Ну за 200 рублей вместо 400 в других химчистках. Это, по-моему, дорогого стоит. Мало того, как вы поняли, здесь работают специалисты. Они могут эти пуховички и восстановить. То есть если у вас руки не из того места растут, и даже у вашей жены, то здесь вам сделают. Сколько стоит хорошая стиральная машина? 7-килограммовая. Со всеми функциями. 20 тысяч рублей. Пуховик вы будете стирать. Ну раз 10 за всю его историю. Ну то есть 10 лет. Весна наступила, отнесли. И осенью уже чистый. Одеваете. Либо если не успели весной, то осенью. Вот прям в это время его постирали. То есть за 10 лет 2000 рублей. И вам точно нужна стиральная машина за 20 тысяч? По-моему, нет. Вот она экономия. По мелочам, по мелочам, по мелочам. Экономим миллионы. Работая вместе с комбинатом бытового обслуживания. Который располагается и здесь, на Ленина 131. И на Тевосяна 11. И на Дружбе 33. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова